Сниф-сниф. Как показала статистика, видео про советы вам неплохо так зашло. И я решил сделать еще одно видео, где советы будут уже не для чайников, а для немного понимающих фермеров. Короче, будет интересно. Множество советов мне рассказали мои подписчики в телеграм-канале, так что советую туда глянуть. И отдельное спасибо всем, кто поделился советами. Ловите сердечко. Ну а пока что смотрим видео с советами. Погнали. Начнем с советами про культуры. В первый год игры есть смысл сажать только самые прибыльные культуры. Весной это картофель и кудрявая капуста, летом черника и дыня, осенью клюква и тыква. В первый год игры нам пипец как нужны деньги для развития фермы. И посадка этих культур гарантирует вам отличный профит. Если вам нужно быстро прокачать навык фермерства для открытия крафтов по типу сплинклера или фермерского компьютера, то в первую весну советую сажать хмель. Почему хмель? Она дает 6 опыта за сбор, а это мало. Ну а фишка в том, что хмель растет 11 дней и уже потом будет давать урожай каждый день. А это 18 дней по 6 опыта с одной грядки. Если к примеру посадить 20 хмеля, то вы получите 2160 опыта за лето, только за счет хмеля. К слову, для прокачки любого навыка на 10 уровень нам нужно суммарно 15 тысяч опыта. Никогда не сажайте цветы, если у вас нету пасеки. Цветы не имеют смысла в игре, если вы не пчеловод. Стоят дешево, а как подарок жителям не совсем подходит. Сейчас бы на ферме выращивать подарки, ну реально. Смысл имеет только сказочная роза. С помощью розы крафтится волшебный порошок, который моментально завершает работу вашего оборудования. Не крафтите обычный сплинклер. Обычные сплинклеры это обман. Поливают 4 клетки, а для крафта между прочим нужен 1 медный и 1 железный слиток. В начале игры железный слиток это вообще-то редкий ресурс. Мой вам совет. Прокачайте лейку до медного уровня у Клинта, и с поливом растения в начале игры у вас не будет особых проблем. Использовать катки, бочки и сушилки. Это мега сильно увеличит ваш доход. В начале игры эти оборудования можно получить за билеты в аппарате в доме Льюиса. Выдают рандомное оборудование. Но надо понимать, что именно нужно сувать в бочки и катки. К примеру, дешевый пастернак нет смысла переводить, а вот цветная капуста и рядыня будет давать значительный плюс. К слову, чем дороже культура, тем выгоднее ее переводить. Купите хотя бы 2 редких семечка у торговки до начала осени. Редкая семечка. Покупаются у торговки, которая приезжает в долину в пятницу или в воскресенье, и стоит в лесу с интерсеп. Дело в том, что это редкое семя, важная часть в игре. Как минимум, самая дорогая культура. Растет только осенью и целых 24 дня. Вырастив семя, мы собираем сладкую ягоду и одну оставляем на будущее, а вторую относим в тайный лес. Отдаем его статуе каноли и получаем звездную каплю, которая увеличит нашу максимальную энергию. А вторую ягоду мы засунем в экстрактор семян, чтобы получить семя для будущих посадок и размножения культур. К слову, чтобы попасть в тайный лес, вам нужно прокачать топор до железа. Но если у вас есть стул, то в лес можно попасть с помощью бага. Ставим стул как на видео, садимся и попадаем за бревно, и мы свободно можем посещать лес. Чтобы выбраться обратно, совершаем такое же действие, только в другую сторону. Если у вас есть проблемы с твердой древесиной, то в тайном лесу можно срубать пеньки и добывать твердую древесину. Но для этого нужно прокачать топор до медного уровня. Пеньки будут спавниться каждый день, так что не забываем посещать тайный лес. Заработав 25 тысяч монет, к вам на ферму придет гангстер Диметриус и предложит вам оборудовать вашу пещеру под грибы, либо летучих мышей. Раньше я бы сказал, что стоит выбрать грибы, потому что это отличная еда в начале игры. И грибы растут каждый день, но с обновлением 1.6 грибы пофиксили. Сейчас советую выбрать летучих мышей, потому что они дают нам фрукты, которые нужны для узелков. Фрукты с деревьев, либо обычные ягоды. Но почему же не грибы? Плюс грибам дают сушилку. Грибы можно найти в тайном лесу. И с обновлением 1.6 нам доступен крафт пенька с грибами. Грибной пень. Это оборудование, которое выращивает грибы. Грибной пень производит грибы каждые 4 дня. Дождливые дни сокращают время ожидания на день. Производят грибы в любой сезон. Советую ставить грибные пни рядом с деревьями. Так увеличится возможное количество грибов при сборе. Но чтобы скрафтить пень, вам необходим мох. Мох растет на деревьях, но примерно в середине лета в долине пойдет зеленый дождь. Это самое лучшее время для фарма мха. Он буквально везде. Рубите все, что вы видите, и херачьте кусты. И не волнуйтесь за ферму. На следующий день все сорняки пропадут. Смотрите телевизор. Телевизор это имба. Тут вы можете узнать вашу удачу на день. Посмотрев гадалку. К слову, удача влияет на много факторов. К примеру, на шанс найти лестницу в шахте. К слову, подробно про удачу в этом видео. Подсказка сверху. Помимо гадалки по телевизору можно смотреть прогноз погоды, который расскажет вам про погоду на завтрашний день. Дары земли это передача, где вам могут дать советы по фермерству, собирательству и в целом про жизнь в долине. Королева соуса. Из этой передачи можно узнать новые рецепты готовых блюд. Новые серии выходят каждое воскресенье на протяжении первых двух лет игры. А после повторяются. Но если вы случайно пропустили серию, то по средам показывают повторы прошлой серии. И программа Раки. Она станет доступна после выполнения задания Крепкая пойла. В программе содержатся цены и советы о рыбалке при текущей погоде. Перед тем как строить хлев, либо курятник, советую построить силос, чтобы собирать траву, а точнее сено. Сено собирается с помощью косы, но если у вас нету силоса, то сенов собираться не будет. Да и вообще, советую строить сразу два силоса по мере возможности, чтобы трава, которую вы решили скосить, не пропала впустую. Не выбрасывайте жоды. Некоторые игроки реально считают, что жоды это просто камень. Лучше всего накопите много жод, а потом относите все к линту. И после долгого процесса разбития жод, относим нужные артефакты и минералы в музей. К примеру, если вы вдруг забыли, относили ли вы алмаз в музей или нет, вы можете узнать это наведясь на алмаз. Если в его описании написано, что Гюнтер может рассказать про этот минерал, то вы его не относили в музей. Если у минерал и артефакты есть описание, значит он уже стоит в музее. Не забывайте про то, что за пределами фермы вы тоже можете ставить свои оборудования. К примеру, после открытия карьеры, вы можете полностью его расчистить, и посадить там деревья для добычи сиропа, или понаставить бочек. Но надо знать, в каких местах ставить бочки. Если ваше оборудование или какой-то предмет будет стоять на пути у НПС, то они его просто сломают. Не пропускайте мини-фестивали. Речь идет о пустынном фестивале, кальмара-фесте и форельном дерби. В начале игры, занимаясь активностями, на данных событиях вы можете получить крутые подгоны и параллельно прокачивать навык и зарабатывать деньги. Осенью первого года вам откроется особая доска с заданиями. И мой вам совет, всегда выполняйте задания с этой доски. Помимо того, что вам дадут награду в виде большого количества монет, за задания плюсом вам дадут билет, и иногда особый крат, по типу фермерского компьютера или солнечной панели. Крафтите фермерский компьютер. Это очень полезная штука в игре. Скрафтив и поставив его на ферме, вы можете знать, когда созрели ваши плоды, готовы ли теплицы к сбору и много-много всего. Компьютер работает не только на ферме, если поставить его в любой локации, то он будет считать информацию именно с этой локации. Прокачайте дом хотя бы до второго уровня. Прокачав дом на второй уровень, вам откроется множество возможностей в игре. Главное, вам откроется кухня, и смысл от переносной кухни сразу пропадет. На кухне можно кашеварить, салатики и прочее, то что вам спасет жизнь. И после прокачки дома на второй уровень, вы официально можете пожениться или выйти замуж. Для того, чтобы выйти замуж, вам нужно найти партнера. Долго ухаживать за ним, потом после достижения 8 сердец, подарить ему букет, который продает пьер. А потом, когда у вас будет 10 сердец с партнером, то в дождливый день в приливных бассейнах на пляжу вы встретите какого-то мужичка, который продаст вам ракушку. Подарив ракушку своему партнеру, вы поженитесь. В начале игры крайне советую ремонтировать мост к приливным бассейнам на пляжу. Ремонт моста стоит 300 древесины, но собирая морских ежей и кораллы, вы прокачаете навык собирательства, а продажа этих морских штучек в начале игры принесет вам много лишних монет. Надеюсь, эти советы помогут вам шарить за стартю. Ну, а с вами был Шайву. Слушаем музыку. Слушаем музыку.